В эфире телеканала Самара Гиз, при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Воду мутят. Вы думаете, что жители элитных домов стороной обходят коммунальные дрязги? Нет, ошибаетесь. Богатые, может, и не плачут, когда переплачивают, но тоже не застрахованы от превратности быта. Противостояние двух ТСЖ, которые обслуживают дорогущие квадратные метры в центре города, уже привело к тому, что население элитной высотки несколько месяцев обходилось без горячей воды. И нет гарантии, что тазики им больше не пригодятся. А может и того хуже. Фактически сейчас вот в зиму мы можем оказаться без воды горячей. И точно так же можем без электричества и вообще без всего остаться. Если завтра мы утром проснемся, эта подстанция может быть продана вместе с ее оборудованием, а мы будем сидеть при свечах. Вроде бы уже у нас давно пытаются навести порядок, а у нас просто вот случаи просто дикие. Ожидать можно всего. Тем более, что хозяин как бы здесь бывает редко, проживая в основном за границей, а его лично эта коммунальная проблема не интересует. Эта мутная история началась еще лет 10 назад, когда в Самаре на месте деревянных домов выросли семь новостроек. Квартал 110А Ленинского района, более известный как Европейский. Строила его компания Самара Желинвест на деньги дольщиков. Областное правительство тоже помогло материально. В далеком 2004 году выделила субсидию 14 миллионов рублей для компенсации затрат на внутриквартальные сети. Вот эти сети и стали сегодня предметом раздора. Электрическая подстанция и бойлерное, по всей логике, это общедомовое имущество, которое должны безвозмездно передать муниципалитету, оказали собственности четырех лиц. Вот выписка из Государственного реестра прав на недвижимое имущество. Все не секрет? Нет, это не секрет. Абсолютно. Все это находится, можно посмотреть, оригиналы запросить. Жители европейского квартала Ольга Замятина и Андрей Исаков, они первые забили тревогу, рассказывают об удивительных вещах. Четверо счастливых собственников коммуникации – это господа Анцинов, Кормишин, Фридман, Гудшабис. Они же одновременно и учредители фирмы-застройщика, и бенефициары компании ЖУ-110А, которые на 50 лет передали подстанцию и бойлерную на обслуживание. Но самое удивительное другое – оба социально значимых объекта не просто стали частной лавочкой, а частной лавочкой без обременения. То есть хозяева могут с ними делать что угодно, хоть и по кирпичику разобрать. То есть это их личная подстанция, личная. То есть они могут выключить свет, могут нас обесточить. Если вы посмотрите на документы их, там написано «без обременения». Понятно, что это ваша личная собственность, делайте что хотите. Только вопрос, почему она стала вашей личной собственностью? Это что, город выделял, давал разрешение на строительство такой мощной подстанции для частных лиц? Никто в это не поверит. Именно дом существует из воды, из стен, подводка коммуникаций, электричества. И тогда это называется домом, а не сараем, стоящим в поле. Эти четверо, которые все захватили, они судились сами с собой. То есть с одной стороны они представляли организацию, которая является жилынвестом, а с другой стороны правление жилу. И там, и там четыре одинаковых лица. Фамилии все одни. Вот эти четыре лица пришли в суд. Судья выносит решение, что поскольку с одной организацией люди пришли, а с другой люди не пришли, то она в иске отказывает. Хотя это одни и тяжелица. Вот такое решение. Вот куда его послать, чтобы кто-то его оценивать? Этот процесс, которому позавидовал бы сам Кавка, случился в 2012 году, и последствия не заставили себя ждать. Жители европейского квартала уверены, что переплачивали за свет и воду. Ведь помимо стандартных для всего города тарифов, они еще и раскошеливались на так называемое обслуживание сетей. Подчеркиваю, частных. А вот если бы инженерные коммуникации, как и положено, в таких случаях передали бы городу, этого не случилось. Ведь в тарифы на воду и свет уже включены расходы на содержание. А здесь, уверены люди, они платят дважды. У нас тоже имеется ответ из жилищной комиссии, что платежи за содержание волерной незаконны. И тем не менее, ничего не изменилось. То есть ответ на бумаги есть. Приблизительно, по всем оценкам, которые там, где-то от полутора до двух тысяч, каждая квартира платила сверх просто на выдуманные услуги. Поэтому, ну как бы, разовая сумма вроде и не маленькая, но учитывая, что вроде бы ждали, что это период стройки, как-то все с этим мирились. Но прошло время, наш квартал застроился полностью, но продолжает платить так много денег. Хотя есть другие аналогичные кварталы, которые должны показать, что, в общем-то, у нас коммунальные услуги в городе, они примерно одинаковые. Расчет, как мне кажется, был прост. Люди здесь живут не бедные, но разве будет кто-то устраивать разборки из-за тысячи другой? Но народ оказался принципиальный. Члены ТСЖ «Бестхаус» категорически отказались платить, как они сами говорят, за воздух. Когда разобрались во всей этой, так сказать, структуре, что идут незаконные сборы платежей, то, естественно, народ возмутился, сказал, платить не будем, поскольку мы уже один раз заплатили, зачем платить второй раз? Ну, пошло на нас довольно. То есть воду перекроем, чтобы вы, так сказать, продолжали платить и, так сказать, не возмущаться. Противостояние вылилось в несколько арбитражных процессов, два из которых тянутся до сих пор и уголовное дело. Именно жители «Бестхауса» три месяца сидели без горячей воды, когда отказались за нее переплачивать. Перекрывать вентилем не имели права, но виновных коммунального коллапса следователи до сих пор не нашли. Уголовное дело, заведенное по статье самоуправства, в середине июля приостановили. Как можно не установить, если материал дела полностью шпигован информацией о том, что именно исполнительный директор ЖЭЛ-110, который вот в этой же самой бойлерной, вот его кабинет наверху, приходил в подвал нашего дома, в присутствии членов правления нашего дома. Отключили воду. В присутствии представителя судебного пристава, отключив воду, сказали, что они якобы исполнили решение, когда оно противоположно диаметрально тому, что написано, не отключать. Вообще эта история, она странная. Вот все ясно, есть закон, есть фамилии, но все делают вид, что дальше двигаться нельзя, потому что закон, как заставить соблюдать правоохранительную, он говорит, у нас нет такой силы, нет такой возможности. Фамилии, фамилии есть, а видите, донсентрователь говорит, что лица не установлены. Наш откровенный разговор во дворе европейского квартала не остался незамеченным. Сын одного из владельцев спорного имущества, Владимир Гудшабиса, сначала внимательно слушал, как выносит ссор из избы, а затем все же вмешался. Скажите блин, вы известный человек. Да, вы же наследник этого всего богатства. Вода будет, дом не будет, я тоже волнуюсь. Ну да, это все правильно, это же ваше собственность. Ну вообще, в курсе всех этих проблем? Любой человек в курсе. Ну то есть проблем все-таки есть? Проблем никаких нет, вода есть. За квартиру я плачу не больше, чем за свою хрущевку. Я за хрущевку, в которой у меня тоже есть, плачу 1200 рублей в месяц, а здесь я плачу около 10 тысяч. А то, что вот эти два здания находятся в собственности частных в месяц, что же так не должно быть, правильно? Это не доказано, как я не доказано. Как доказано? Свидетельство о собственности? Это что? Я не могу комментировать. О, как комментировать? Я не знаю. Все понятно. Наследник, он и есть наследник. Он будет только папу защищать. Сын за отца, понятно, не отвечает, пытаясь узнать мнение тех, кто по другую сторону элитных баррикад. Один из четверки хозяев, Владимир Гудшабис, соглашается поговорить, но только по телефону. В том, что сети оказались в частных руках, лично он никакого криминала не видит. Уверяет, что проект европейского квартала вообще оказался нерентабельным. И потому подстанция с бойлерной плюс многомиллионная бюджетная субсидия это как бы компенсация за все потери. А воду, по словам бизнесмена, мутят лишь те, кто за коммуналку банально платить не хочет. Мы дофинансировали сети из своего кармана учредителя, заплатив по договору долевого участия деньги. Поэтому говорить о том, что кто-то приватизировал чужое, на что кто-то сдал деньги, это неправильно. Речь идет только об одном. О том, что сейчас в ПСЖ накапливаются большие задолженности в силу того, что не платят, так скажем, взносы наши сами жильцы домов. Эти люди обращаются, начинают обращаться во всякие публичные инстанции, которые не являются судебными, не являются, будем так говорить, соловыми. И, соответственно, они не могут дать правовой оценки должной. Они просто как факт. Ну, а чем жаре не факт, тем интереснее. Никакой двойной оплаты. Вы понимаете, вот они считают, что им все бесплатно. Так как они все миллионеры, большинство из них, они считают, что им все по жизни должны заранее, за то, что он такой красивый. Там суды уже, в принципе, к концу подходят, чтобы апеллировать не вот такими понятиями, как сам дурак. Пока суд до дела, эксперты дали свою оценку ситуации, сложившейся и в европейском квартале. И заместитель главы городского департамента ЖКХ, и независимые аналитики говорят, случай не просто странный, он беспрецедентный. Все вот эти непонятные ситуации со временем, с годами, они начинают выплывать. Мы говорим собственникам, значит, в муниципалитет. Муниципалитет возьмет, значит, эти сети на безвозмездной основе. Но вы, каждый собственник, должны собраться, значит, и свою долю, свое желание, значит, изъявить. В принципе, значит, в большинстве случаев принимается положительно. Но есть и такие, которые не хотят передавать, то есть имея свои какие-то коммерческие интересы, да? Вот как мы с вами сейчас видим, значит, есть ситуация, которая, значит, они без обременения каким-то образом приватизировали. Почему они так приватизировали? Значит, это большой вопрос. Мы нашли эти документы, потому что долго достаточно искали. Нашли эти документы. То есть эти деньги, которые строительство шло на деньги дольщиков и областного правительства, но оказались они в руках частных лиц. Такого не может быть. Это, я думаю, мошенничество, чистой воды. И я думаю, суд должен разобраться с этой ситуацией. Здесь это же незаконно, да? Нет, конечно, незаконно. Смысл в чем? Во-первых, люди станут больше платить. Почему? Потому что нужны будут средства на обслуживание вот этих вот объектов. Откуда они возьмутся? Они возьмутся только со взносов членов ТСЖ. Это первое. Второе. ТСЖ, частная компания, те частники, которые имеют эти подстанцию и болерную, значит, они будут иметь возможность влиять на это ТСЖ и влиять, ограничивать коммунальные услуги этим собственникам. То есть в случае возникновения каких-то проблем, они могут отключить или ограничить им предоставление тех или иных коммунальных услуг, что тоже чревато определенными последствиями. Последствия есть. Члены ТСЖ Бестхауса, если проиграет суд, вынуждены будут снова платить. Строят собственную бойлерную, о чем их уже предупредили оппоненты. Такое письмо официально они нам прислали. А вот это здание, которое, значит, построено на наши деньги, они также и хотят эксплуатировать и получать деньги себе в карман. Мы не знаем, кто говорит, что они хотят здесь офисы какие-то сделать. По сути дела, это рэкет, захватили чужое помещение. Мы планируем пока сражаться за то, чтобы законодательство Российской Федерации соблюдалось. Впрочем, есть и хорошая новость. Члены ТСЖ и Европейский квартал говорят, с мая в их квитанциях исчезла таки строка за содержание бойлерной. Они это связывают с шумихой, что поднялась в прессе. Как бы то ни было, но все точки в этой неприятной истории должен расставить суд. В начале сентября состоится очередное заседание. Не исключено, что оно и станет решающим в вопросе, кому же должны принадлежать подстанции бойлерная. На сегодня пока все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин